Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. По решению ведущих, Олеся Лисовская летит на Сейшелы. Девушка заявила, что хочет полететь на остров, чтобы отдохнуть. Отношения же с Вальтером Соломенцевым она строить не будет, так как он не уважает женщин и унизил ее. Как вы помните, поведение Саши Черно на недавней вечеринке, когда она танцевала на столе в купальнике, очень не понравилось Иосифу Аганесяну. Саша оправдывается, что она таким образом просто веселится и развлекает народ. Тем более, это была тухлая вечеринка и она решила показать пример молодежи. Кроме Иосифа ей никто не нужен, пишет девушка. Ольга Бузова недавно потерпела поражение на премии Муз-ТВ. И пока ярые антифанаты Ольги злорадствуют, сама девушка зарабатывает колоссальные суммы денег. Только за осень 2016 года Бузова заработала 24,5 миллиона рублей, и это далеко не предел. Стас Дегтяренко написал в своем микроблоге о том, как делается сценарий «Дома-2». Он не стал молчать о подставе организаторов. По мнению Стаса, на первом месте в голосовании на вылет в ТНТ-клаб он оказался слишком нереально и в считанные дни. К тому же у него были полноценные отношения. Глеб Жемчугов признался в любви к Лилии Четрару. «Необыкновенная девчуля», пишет Жемчугов. «Но есть всегда одно «но», она не свободная». Рустам Солнцев потратил полмиллиона рублей на отдых со своей мамой. Он отправился на остров Барбадос. Алиана Устиненко рассказала о своем расставании с Сашей Гобозовым. «Нет больше смысла скрывать», пишет она. «Мы уже давно не вместе, мы разошлись по обоюдному согласию. Мы нормально общаемся, все вопросы между собой решили». У Саши уже появились другие отношения. Он опубликовал снимок со своей девушкой. Муж Ксении Бородиной Курбан-Амаров опубликовал пост о том, насколько похожа его дочь Теона на него самого в детстве. «Я справа», пишет он, «мне 8 месяцев». Теона слева и ей столько же. Папина кровь, мамина красота. Чем только не занималась Саша Гозиас, она и кафе открывала, и салон красоты, и бутик с одеждой. А теперь у нее новое занятие – блогерство. У девушки есть свой канал на ютубе. Также она завела еще одну страницу в инстаграм для своего нового скандального шоу. Сергей Сичкар, бывший участник «Дома-2», который отбывал срок в колонии за угон, ныне персональный фитнес-тренер в Минске. Сбылась мечта Элины Камерен, она сделала ринопластику. Ольга Бузова публикует снимки из родного города, она проводила много времени с мамой. Егор Халявин рассказал журналистам о своей девушке. О любви речи пока не идет, но ему хорошо и комфортно с избранницей. Девушку зовут Екатерина Бахилина. Она ходит вместе с ним на все официальные мероприятия, сопровождает его на пластические операции. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.